ВЫПУСКНИК ОДЕССКОГО АВИРА Я имею что-нибудь сказать Получилось так, что наш отъезд пришелся на такое переломное время Давайте я вам, может быть, некоторую предысторию То есть поначалу вот эта вот еврейская беженская эмиграция выезжала таким образом Что делались людям липовые приглашения от родственников для воссоединения семей из Израиля С этим оффером обычно шла посылка, которую люди посылали из какой-нибудь Бельгии или Голландии От тамошних еврейских общин Посылка шла обычно с какой-нибудь, например, синтетической шубой По тем временам буржуйская синтетическая шуба, это были большие деньги Ну, я не знаю, рублей 800 Вот, и как бы материальная, так сказать, помощь такая, да То есть вот там насобраться, там еще на что-то Надо сказать, что советская власть эти офферы, офферы, приглашения, периодически воровала То есть они не доходили до людей особо Ну, где дойдут, где не дойдут Вот в то время, когда мы ехали, они практически не доходили И, ну, не суть Значит, вот с этим приглашением люди шли в АВИР Это такая организация, отдел виз и регистраций Так называемый АВИР И вот были АВИРы районные, были АВИРы городские Но для выезда на ПМЖ, значит, это АВИР городской Московский городской АВИР И там надо было собрать кучу документов Надо было там отовсюду поувольняться Они усложняли, то есть набор документов Например, в какой-то момент ввели там справку о том, что ты сдал телефонный номер И рассчитался с телефонной станцией Потому что люди некоторые, знаете, так получалось, они все сдали А телефон есть И они давай там родственникам названивать на 500 рублей В общем, короче, все это так совершенствовалась система И паспортов тогда не было, потому что иностранных Для заграничных паспортов, для выезда в Израиль Потому что с Израилем не было дипломатических отношений в тот момент Из-за конфликта на Ближнем Востоке Поэтому выдавали такую бумажечку с фотографией Называлась она «Израильская виза» И вот с этой бумажки человек там ходил, пока он улетал Но в нашем случае там было не совсем так Потому что в это время уже начали ехать не по израильским визам А прямо-таки по американским И мы просто заполнили форму Взяли ее в посольстве Соединенных Штатов Это была длинная история Если Светлана когда-нибудь вам захочет рассказать эту историю Как она сдавала эту форму Это совершенно отдельная история Но с 1 октября Новый финансовый год начался С 1 октября 1989 года Поставили корзину такую Прямо у забора посольства в Москве американского И в эту корзину каждый желающий мог бросить свои анкеты И уже не важно было там еврей, не еврей, там кто-то есть Надо сказать, что всех вызвали С разной степенью очередности Но в общем всех, кто в эту корзину умудрился бросить Их там через год, через два, через там пять Потихонечку подобрали У кого были родственники прямые Тех подобрали побыстрее Но пока эта корзина не появилась А мы за три месяца до появления корзины Все это делали Потому что был приятель, который вот мы с ним встретились Оказывается он в этом процессе В общем, Светлана его вытащила в гости Он нам все рассказал И мы понеслись этим заниматься Светлана понеслась Я так больше наблюдал Так вот Короче, подали Подала Светлана эти анкеты Там заполнила Это отдельная совершенно история Пусть она расскажет И вот мы шли в этой группе Она тогда Был такой термин Те, кто тогда жил Они, может быть, помнят Назывался по старым анкетам Вот мы шли по старым анкетам Которые были до 1 октября 89 года Ну там было какое-то количество людей Вот нас там довольно быстро оприходовали То есть в марте мы уже прошли Собеседование в посольстве И получили статус беженца И там, в общем, дальше нужно было Купить билеты и все остальное И вот Чуть позднее, когда вот этот процесс Пошел То в Москве была организация Такая называлась она Спейт И в этом Спейте Люди проходили там Всякие оформления И медицинские справки Там им давали и билеты им Покупали В общем, как-то вот это все Было организовано А мы шли вот в такое Межвременье, межсезонье Смутное время Когда все должны были делать сами Например, нужно было На интервью в посольство Представить какие-то справки Что мы здоровые Ну и А где взять справку? По этим понимания Никакого нет Специального места, куда пойти Как потом Тоже нет Ну что делать? Значит Светлана додумалась Пойти в Министерство То ли иностранных дел То ли внешней торговли И взять там Справку Не справку Такой бегунок Такой специальный бегунок Для отъезжающих За границу В командировке Она взяла на нас Там эти бегунки И мы с этими бегунками Начали ходить по врачам Ну какие там были Вот там прям все расписано И вот идешь там Заходишь Ну это какие-то поликлиники были Которым положено было Вот осматривать Вот тех, кто выезжает За границу Обычные городские Ну вот приходим Там Значит Вот Стучимся Говорят Там заходим Говорят Ну что тут такое? Мы там бегунок А бегунок-то да? Стандартный такой советский Они говорят Ну что тут ходят Разъездят они Куда вы тут едете? Светлана Сначала мы стеснялись И мы так Понимаете Соединенные Штаты Там на постоянное место жительства Они совершенно менялись в лице Эти люди Они говорили Ой Проходите пожалуйста Садитесь Вот И там Я помню Одна женщина говорит А как же мы? А Света говорит А вы за нами? Вы говорит Не все же сразу-то В общем После того Как мы поняли Что отношения на самом деле хорошие Мы уже заходили сразу Мы говорим Стук-тук Мы говорим Здравствуйте Мы на постоянное место жительства Соединенные Штаты Проходите И вот так у нас Такой был Стремительный Такой Добродушный Разговор И все такое В общем Так мы Проходили Собирали Эту самую Медицинскую Комиссию Эту кучу справ Но Самое интересное Там было Это прохождение Городского Авира Я снимался С учета Военного В военкомат Пошел И там как-то Знаете В военкомате Чувствуешь себя Прям как предатель Какой-то Там старший Лейтенант Запаса Там все дела Ну Но тоже прошло Совершенно без всякого Там Пришел Там Говорит К чего Я говорю Вот Такие дела Там Забрали Мой военный Билет Там потом Не помню Какую-то справку Дали Что-то такое Мне дали Вот я ушел Снялся С военного Учета Это называлось Потом Что Потом Вот Поставить Выездные Визы Вот Там некоторые Не знали Что были Выездные Визы Без выездной Визы Нельзя Улететь Из страны Это как Лагерь За колючей Проволокой Поэтому Идешь В этот Самый АВИР А в этом АВИРе Так просто Не зайти Потому что Их способность Значит Ставить Визы В паспорта Ограничена Каким-то Количеством Ну я не знаю Каким Может быть Там 500 В день Я не знаю Но Там же Кроме нас Еще люди Там В командировке Едут Там Дипломаты А тут Еще мы А мы Это громадная Толпища людей В основном Они едут В Израиль Но Собственно Вот и мы Тоже в Америку Тоже были люди И вот Собирается Значит Кромадная толпа На перекличку Перекличка Продолжалась В течение Семи Или восьми дней Ежедневно Нужно было Ну я не помню Там часов шесть Наверное Вечера Это начиналось Мне даже Однажды Досталось Там Залезть На какой-то ящик И перекликивать Самому Но За рост высокий Что ли Меня назначили Не знаю В общем Стоишь в этой очереди Очередь такая Знаете Не то что очередь Но толпа Я никогда в жизни Не был в такой Совершенно замечательной толпе Такие все интеллигентные Московские Там вот такие Все образованные Добродушные Люди Такое ощущение Что я их всю жизнь знал А тут Начинают Выкрикивать И Ну представьте себе Что там Выкрикивают Пятьсот Человек Пятьсот Еврейских Фамилий И вдруг Я Ну не могу сказать Что я всех Там Этих Фамилий В своей жизни Где-то там С ними сталкивался С этими людьми Однофамильцами Так это Ну в общем Значительное Значительное Большинство Где-то ты Там Автор в книжке Где-то там Я не знаю Композитор Где-то он Какой-то ученый Известный Где-то просто Вот там Мы с ним В школе Или там В институте И так далее Институт связи Это был одним Из буквально Там 4-5 Институтов В Москве Куда принимали Без ограничения Евреев Поэтому там Была тоже Будь здоров Компоманда И вот Короче В течение Получаса Или там Сколько там Минут 40 Выкрикивают Эти фамилии И такое Совершенно Блаженное Состояние Невероятного Подъема Такое вот Ну И в один день Я помню Там Еще не началась Перекличка Мы минут за 15 Приехали И так Я там стою Рядышком С этим местом И идет Такой Знаете Дед Ну Не то что Дед Мне тогда Казалось Что дед Может быть Ему лет Там Под 60 Идет Такой Мужик Знаете Ну вот Казак Такой С усами В папахе Такой Полугородской Такой Полу Как вот Из станицы Так Какой-то У него Такой Прикид И он Благостный Знаете Он идет У него голубые Такие глаза Добрые Большие Эти седые Такие усы Потрясающие И он идет В прекрасном Настроении И он Так вот Знаете Подходит Ко мне И так По-доброму Лучась Спрашивает Скажите Говорит Товарищ А что это За Вот Люди Стоят Что это Здесь происходит Я ему Говорю Тоже Добро Так я Тоже Свечусь И тоже Глаза голубые Я ему говорю Так Люди За визами Пришли Чтобы уехать На постоянное Место жительства В Соединенные Штаты И в Израиль Вот Он У него Лицо Почернело Вы знаете Он Омрачился Он Омрачился До Просто Ну я Не знаю Искренне Вот Не то Что озлобился Нет Но просто Вот Как-то Да Ну не суть В общем Простояли мы Эту очередь И Зашли И так Все было Очень доброжелательно Вполне Вполне Доброжелательно Выдали нам Эти все Визы Ну как визы Мы ехали с советским паспортом Понимаете В этом паспорте Стояла печать Там ПМЖ Вот эта вот Выездная виза Там бум Написано ПМЖ Постоянное место жительства Была такая печать И паспорт этот У меня есть Я знал бы такое дело Я бы вам Его показал Ну как-нибудь Вот Если вам интересно Покажу Вот такой паспорт И Выдали нам конверт Выдали нам конверт Такой желтый Большой И в нем Что-то было И нам сказали Конверт Нельзя открывать Если вы Откроете этот конверт Или вы его распечатаете Или что-то такое произойдет Ну вот Примерно Вот на таком уровне страха Как если вы Там В лотереи Гринкарт Там Не укажете своих детей Ну вот такого плана Ну то есть Какая-то катастрофа С вами произойдет Страшная Вас не пустят в страну Или там Депортируют Я не знаю что В общем катастрофа И вот мы Ехали с этим Конвертом И так вот Это был наш основной документ Хотя мы не знали Что там Но там были Какие-то вот Их там документы И Когда мы сели Уже в самолет Это была отдельная история Как мы доехали Как нас шмонали Там И так далее Потому что Это все было Знаете как впервые И На нервах И ты боишься Опоздать И ты боишься Что у тебя чего-нибудь Не то Что тебе скажут Что ты сейчас не летишь И так далее В общем В общем нас Отшмонали А мы Полночи Просидели Там еще В этом аэропорту Потому что Отлет был Что-нибудь Боюсь соврать Чуть ли не часов 7 утра Весь аэропорт Был заполнен людьми Шереметьево 2 Там живого места Не было Там Несколько рейсов Значит Шли на Израиль Ну Они не прямо Летели в Израиль Они летели до Вены Там пересадка была Или в Будапешт Они уже тогда летели Там может быть Изменили Вот Там уже была пересадка Значит Они летели дальше И Там их Консулат израильский Их там организовывало Они так С тронными Колоннами Там стояли Вот И местные работники На них плевались Ругались Всячески Показывая Неодобрение И неуважение К американскому рейсу И они относились лучше Это было заметно И вот Короче Мы Не спали Практически всю ночь И Что-то там Даже где-то Пропустили Куда-то почти опоздали На нас несколько раз Сругнулись И Сели мы в самолет В этот И он что-то долго не взлетал И уже казалось Не взлетит Е-мое Потом он как-то взлетел И вот Когда он взлетел Так немножко времени прошло Так он как-то вот Куда-то поднялся Так вверх Поднялся И вдруг Какой-то коммунизм начался Вот те кто помнит 90-й год 89-е 90-е Это было время Когда пропало в магазинах Все Ну то есть просто все Пустые полки были И вдруг Значит Тут тебе понесли А у нас же Мы же еще летели Таким Как бы бизнес-классом Вот И там То есть Немножко лучше Снабжение было И вот там Кагор понесли Понесли Какие-то Как жареную курицу Понесли Какие-то такие Яства Знаете Ну Было очень необычно Думаешь Как же Страна Как же страна Там внизу А ведь мы еще Даже границу Не пересекли Понимаете Мы только вот Буквально Ну Оторвались от Шереметьевы Там еще может быть Несколько минут Ну там Не знаю 15-20 И в общем Это было состояние Невероятной Такой эйфории А еще Они Разносили Напитки И напитки Были не в бутыляках Вот там Полгаллонных Как вот Можно было бы А в маленьких Железных Ну металлических Этих баночках Вы знаете О чем речь И они из этих Металлических Баночек Наливали Вот И я вам скажу Они и сейчас Это делают Вот если сейчас Вы куда-то полетите Я просто перестал Внимание обращать Но Тогда мне казалось Так странно Целую баночку Открыли Чтобы там налить Полстаканчика Там или еще что-то Вот И Летели мы Летели Летели И перелет Не был тяжелым Но Было две посадки Когда мы взлетали Из Москвы То есть Мы прошли Погранцов И так вроде там Ходим Ну ждем пока Вот на самолет Там нас пустят И там И там был Как бы Дьюти-фри Мне конечно Очень хотелось Посмотреть на Дьюти-фри Потому что я никогда Не был за границей Я никогда Не видел буржуйских Магазинов И это конечно Было большой потерей Не посмотреть на Дьюти-фри Но он был закрыт Вот В это время Кроме нашего рейса Пассажиров Нашего рейса Там вообще Никого не было То есть Там вот Где колонны Стояли На израильские рейсы Значит Как-то их еще Не запускали И мы были одни Было еще Очень рано Буквально Там 7 утра Может быть Ну в общем Такое дело И мы взлетели И довольно быстро Приземлились В Аэропорту Шеннон Это В Ирландии На самом Так сказать Вот Атлантическом Побережье Мы там Приземлились И тут Мы попали В Дьюти-фри Это было Потрясающе Там Все было Подсвеченное Все было Такое Иностранное Но денег у нас Естественно Не было Хотя Наша дочь Поскольку она В шахматы играет И где-то Она играла С какими-то там С какой-то командой Из Англии Они играли И дети Менялись Там у кого чего Ну в частности Там Мальчик С которым она играла Поинтересовался Там Какой-нибудь советской денежкой Она ему дала Там 5 копеек А он дал ей Английскую монетку Которая оказалась Потом Одним фунтом Стерлингов Вот И мы с этим Одним фунтом Стерлингов Были настроены Что-нибудь купить Там Ну Знаете как Жвачку Например Вот И что мы и сделали В аэропорту Шеннон Такие купили Вот на весь На весь фунт Стерлингов Накупили ей Жвачки И По правилам Пять 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 или шесть Вроде не так много Но знаете Пока дойдешь Там И там помещение было Типа сарай Ну такой Современный сарай Но в общем сарай Вот И нам выдали там По баночке Не помню С водичкой Ну в смысле Там Каким-то Софтдринк Я не помню уже какой И вот мы там значит Побыли какое-то время И дальше опять полетели И прилетели мы в Нью-Йорк И было там Что-нибудь час дня По нью-йоркскому времени Но вымотаны мы были Очень основательно Потому что Мы летели 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 И два раза садились И в общем все это Наверное так И плюс еще ночь до этого Мы не спали И в общем все это было тяжело И у нас уже там был Где-то рейс Который мы Ну мы знали Каким рейсом Мы теперь полетим Уже на Сан-Франциско У нас уже там Как-то все это было Распланировано Но Вот этого не получилось Потому что Оказалось Что весь наш этот самолет Ну половина самолета Оказались такие же Как мы Тоже по По статусу беженца Вот И значит Половину самолета Там нас куда-то В комнату загнали Оказалось Что документы наши Где-то не могут найти То есть Того что было у нас в пакете Им недостаточно И вот наверное С часу дня До Что-нибудь Девяти Или десяти вечера Мы все находились В этом помещении По-моему Багаж Багаж мы взяли Он с нами был багаж И Мы там все находились Там и дети Понимаете И И покушать Ну там туалет был Ну в общем Хреново И уже устали И нервы на взводе И все такое Ну вот Как бы лихорадило Вот так Как-то вот так Вот и ребенок тоже Вот Ну как же Нас ждут Ну мы приехали Ну что ж такое И они же не говорят Еще почему Они говорят Чего-то такое Вызывают по одному Периодически Вот там вроде Поговорили пять минут Отпустили Потом опять вызывают Там еще кого-то вызывают И вот мы сидим И никто никуда не уходит Знать как Всех впускать Никого не выпускать И вот мы в этом режиме сидим Доходим Можно сказать И потом уже часов в девять вечера Нас грузят в какие-то небольшие Такие автобусы Знаете как по отелям Развозят из аэропортов Вот в эти В эти автобусы Нас погрузили И забросили в какой-то мотель Ну недалеко Это было Мы не ехали долго Вот Как потом оказалось Это Квинс Был район Нью-Йорк Это называется Квинс И вот нас какой-то Небольшой мотель Такой забросили Где мы и заночевали Оттуда мы позвонили Родителям Светланы И сестре Ее родители и сестра Значит жили в это время В Сан-Франциско И мы говорим Есть такое понятие Collect call Когда ты Значит через оператора Звонишь и говоришь Collect call Там И тогда оператор Набирает номер И спрашивает тех людей Которые там Значит готовы ли они Оплатить звонок Collect call Это когда платит тот Кому звонят У нас денег нет естественно И мы не знаем как Но нас научили И вот мы звоним Значит туда им В Сан-Франциско Через оператора Говорим у нас collect call Значит оператор их спрашивает И мы слышим Как оператор их спрашивает Что вот берете ли вы звонок Они говорят берем Дальше нас соединяют И вот Света На надрыве И ребенок тоже плачет И так все в истериках И совершенно спокойные Такие светины родители Говорят Что вы переживаете Говорят Вы уже в Америке Уже все Уже все Расслабьтесь Уже с вами ничего плохого Случиться не может И мы в общем так как-то Успокоились Нам передалось Вот это спокойствие Мы успокоились И в общем так вот И заснули Вот А проснулись На следующий день Рано-рано утром Ну вот Из-за разницы во времени Проснулись часов в пять Утро А это был день Вот этот Сэнксгивинг И был парад И для нас Сэнксгивинг с тех пор Это вот наш праздник Американский Не только тех людей Которые Когда-то приехали Да А вот вот наш Потому что мы прилетели В самый Сэнксгивинг Вот как раз сейчас Вот будет На следующей неделе И наше первое Американское утро Началось с того Что мы смотрели Как По телевизору Там был телевизор Мы смотрели Как собираются люди На парад Там из разных точек Значит Нью-Йорка Там камеры стояли Там что-то рассказывали Показывали Я конечно понять Что они говорят Не мог Но в общем Было видно Там эти колонны Строились Там какие-то Такие нарядные машины Там с транспарантами И так далее Все это собиралось Вот так Вот так мы Добрались Прилетели Вот Здравствуйте родные Эмигранты Как живет И ваши Как дела Вот и подтвердились А гаранты Гражданство Америка дала Так что на этом Я Рассказ этот заканчиваю А так в принципе Я хочу сказать Что под каждым Нашим видео Есть набор ссылок И там есть Ссылка на Книгу Которую я написал Называется она Я уже Американские горки Называется Американские горки На виражах Эмиграции Там есть ссылка На эту книгу И в PDF формате И там Какие-то мобильные Тоже Вот вы можете Почитать Но я стараюсь Рассказывать Немножко больше Чем там есть Потому что Там на эту тему Тоже кое-что есть Вот Давайте мы Если понравится Мы тогда И третью И четвертую Расскажем А пока что Вот Я отправляюсь домой